Может быть, вы чувствуете, что увязли в своем несчастливом браке, или постоянно находитесь на нелюбимой работе, или вынуждены жить в таком месте, которое, как вам кажется, категорически не подходит вам. Может, вы страдаете из-за того, что думаете, что упустили какую-то прекрасную возможность, и для вас это непоправимо. Вы так думаете. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. В этом видео я расскажу вам, как вернуть себе радость жизни и жить своей жизнью. Смотрите это видео до конца, подпишитесь на канал, я буду очень рад. Подавленное настроение, постоянная нехватка энергии, слабость, доходящая до апатии, тусклые эмоции, беготня по врачам. Это расстройство называется дистемия. Это расстройство настроения и считается легкой формой депрессии. Так называемая депрессия лайт. Это расстройство может длиться очень долго. Очень долго. А главное, оно отравляет жизнь, отнимая способность радоваться. И рано или поздно приводит к болезням тела. Потому что, когда болеет ум, болеет и мозг. А далее, рано или поздно, сбиваются настройки биологического организма. То есть, сбиваются настройки тела. Но с этим расстройством можно справиться. Особенно, когда вы начинаете работу с собой с маленьких шагов. Если вы чувствуете, что утратили контроль над собственной жизнью и на протяжении длительного времени, год, два года и более, испытываете тоску, скуку, нехватку энергии, апатию, то, скорее всего, у вас дистемия. Как я и говорил, это легкая форма депрессии. Но она серьезно отравляет жизнь. А иногда и приводит человека к суицидальным мыслям. Надо иметь в виду, что причины этой формы депрессии не биологические, в отличие от той, что сопровождает биполярные расстройства и другие психические расстройства. У кого-то это состояние возникает еще в детстве. Например, если ребенок растет, вырос в дисфункциональной или токсичной семье. А у кого-то во взрослом возрасте. Особенно, если человеку не хватает жизненно важных навыков и умений. Или если ему свойственны дисфункциональные и автоматические мысли и токсичные убеждения, развивается дистемия обычно так. Слушайте внимательно. В вашей жизни есть какая-то область, которая вас совершенно не устраивает. Это может быть и работа, и брак, или отношения, и финансы, да что угодно еще. Из-за этого вы испытываете стресс, напряжение и сильную тревогу на протяжении длительного времени. Длительного времени. Гормоны, которые помогают вам справляться со стрессом, объявляют о своей капитуляции. Наступает истощение надпочечников. Далее у женщин идет истощение яичников со всеми вытекающими из этого последствиями. Потом у вас начинается депрессия или вы испытываете упадок сил. И это продолжается, пока ваш мозг и тело делают все, чтобы восстановить нормальное состояние свое или восстановить свой гомеостаз. Если вы не можете разрешить или отказываетесь, сами отказываетесь решать проблему, этот цикл продолжается. Причем, чем дольше и глубже, чем вы старше. Может быть, вы чувствуете, что увязли в своем несчастливом браке или постоянно находитесь на нелюбимой работе, или вынуждены жить в таком месте, которое, как вам кажется, категорически не подходит вам. А может быть, вы страдаете из-за того, что думаете, что упустили какую-то прекрасную возможность и это непоправимо. Повторю еще раз. А может, вы страдаете из-за того, что думаете, что упустили какую-то прекрасную возможность и для вас это непоправимо. Вы так думаете. Сценариев и мыслей много. Но в любом случае, ваша жизнь вас не устраивает. И вы все больше и больше ощущаете себя бессиленными или обессиленной из-за своей депрессии. И вместе с тем, даже одна мысль о переменах заводит вас в тупик. Вы в ступоре. Да, страшно менять что-то в жизни. А уж серьезные изменения страшат вдвойне. Так как же найти? Как найти лекарство от этого унылого и удручающего состояния? Я уверен, что вы понимаете, что для этого потребуется некоторое усилие. Особенно, если ваша жизнь нуждается в основательной перестройке. Но согласитесь со мной. Усилия нужны. И первое, что вам нужно сделать, найти хоть что-то, что может вас воодушевить. Это может быть любое занятие. Лишь бы оно доставляло вам настоящее удовольствие. И добавляло немножко смысла в вашу интересную жизнь. Что-то посильное. Что-то осуществимое. То, ради чего хочется просыпаться по утрам. Понимаете? Пусть это будет незначительное дополнение к вашей обычной жизни. Например, это новое хобби. Например, какое-то сообщество, где вы найдете приятных единомышленников, собеседников. Главное, чтобы вы снова почувствовали себя живым человеком. Понимаете? И у этого лекарства, в кавычках лекарства, нет побочных эффектов. И благодаря ему вы точно ощутите улучшение. Рассматривайте любое приятное дополнение, которое вы добавляете в свою жизнь, как ступеньку вверх по лестнице, которая уводит вас прочь от депрессии и унылой жизни. Этот первый шаг очень важен. Очень важен. Уверен, вы понимаете, что избавление от дистемии – это процесс. Понимаете? Это процесс. Это путь. Дистемия не исчезнет сама собой в один прекрасный день безо всяких осознанных усилий с вашей стороны. Поймите это. И чтобы запустить, а затем поддерживать этот процесс, этот путь, необходимо найти то, что вас радует и позволяет хорошо себя чувствовать. Именно это и дает надежду на будущую жизнь без депрессии, без болезней. Если вы осознанно ищите решение, и при этом у вас есть поводы радоваться, вы почувствуете, что вы больше не беспомощны. Да, это так. Следующий шаг – найти первопричину. Не бойтесь. Позвольте сказать себе правду. Сформулируйте ее. Знайте, что если эта проблема будет разрешена, вам будет намного легче. Идентифицируя и называя ее, вы даете мощный импульс для своего исцеления. Чтобы исключить депрессию из своей жизни, нужно знать и понимать, с чего же она началась. Где та точка? И вполне вероятно, что раньше вам не хотелось этого говорить. Было слишком тяжело. Потому что правда о себе всегда тяжело. Например, раньше вы не смогли сказать себе такую правду. Наш брак отвратителен. Мне нужно бежать из этих нездоровых отношений. Вы могли долго закрывать на это глаза. Но не думайте, что этим вы обманули свой мозг и ум. Они-то прекрасно знали и знают обо всем этом. А дальше поразмышляйте, какие качества вам нужно проявить и усилить. Кто сможет вам помочь? Что именно нужно изменить, чтобы справиться с депрессией раз и навсегда? Повторюсь, это процесс. И быстрых результатов здесь не будет. Используйте маленькие радости, о которых я говорил, чтобы подпитывать свою энергию. Пока, наконец, вы не сумеете удалить все корни вашей проблемы. Очень большую помощь вам окажет хороший психолог или психотерапевт. Он сможет помочь вам увидеть много радостных и позитивных моментов, которые дают силу вам и вашей жизни. Накапливайте эти радостные моменты. Может быть, процесс займет две недели, а может быть и два года. Но если вы сформировали свое намерение, осознанно ищите решение, и при этом у вас есть поводы радоваться, вы почувствуете, что приближаетесь к своей цели. И знаете, что сейчас вы уже не беспомощны. И рано или поздно, в любом случае, вы придете и к здоровью, и к благополучию в своей жизни. И это без вариантов. Так и будет. А я благодарю вас, что посмотрели это видео до конца. Благодарю, что подписались на канал. Буду очень рад вашему позитивному комментарию. Как всегда, я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапегов.